Добрый день! Я хотел бы сегодня рассказать вам о заднем светодиодном фонаре IDOL. Давайте сначала посмотрим, как он смотрится на велосипеде. Вот он так вот включается. Это один режим его работы. Есть мигающий. Вот и всё. Собственно говоря, всего лишь два режима. Даже на дешёвых китайских аналогах есть гораздо больше режимов. Теперь посмотрим, как он выглядит сбоку. В принципе, его можно регулировать, но в данном случае неудачно его поставил. Его поднять нельзя, нужно его спустить пониже. Для этого существует у нас здесь такой боковой рычажок. Давайте его открутим и пытаемся опустить немножко. Вот так вот он опускается вроде бы. Немножко опустили. Теперь можно закрепить. Там, собственно говоря, есть такие резиночки, которые позволяют ему не падать. Вот теперь можно уже пытаться вот так его выпрямить. Вот, собственно говоря, вот так вот он выглядит. Давайте посмотрим, вот он снизу. Дальше мы, чтобы его лучше рассмотреть, давайте пойдём ещё на сайт магазина online.trade.ru, где я его купил. И посмотрим, какие у него технические характеристики. Пока вам скажу, что задний фонарь едва ли не полезнее переднего, потому что позволяет избежать аварийных ситуаций. Вот, что же нам предлагает магазин online.trade.ru. Вот, модель данная стоит сейчас 750 рублей. Видимо, одни подняли немножко цены из-за ночного велопарада, на котором, в Москве, на которой можно было участвовать только имея задний и передний фонарь. Интересная, кстати, функция сейчас есть. Тут же показывают, что в Юлмарте этот же фонарь стоит 550 рублей. Ну, либо очень сильно похожий. Вот, поэтому реально в онлайн-трейде это выгодно покупать, если покупать со скидкой. А реально они могут предоставить скидку где-то рублей, точнее, процентов 30. Вот, поэтому цена становится сопоставима с Юлмартом. И у них достаточно много пунктов самовывоза. Вот, поэтому можно здесь пытаться купить. Здесь также есть ещё галерея данного товара. У меня не сохранился, конечно, комплект поставки, но здесь он идёт вот в таком... Кстати, по-моему, это даже мои фотографии. В такой красивой упаковке, всё на русском языке. Вот, сзади даже есть инструкция, как его вставить. Он съёмный, в принципе. Если вы боитесь, что украдут, можно его снять. Вот. И вот в таком виде он идёт. Вот даже здесь видно лучше. Вот это вид сзади. Собственно говоря, это и есть как раз мои фотографии. Я тоже их здесь разместил и получил за них какие-то бонусные баллы. Мы видим три светодиода. Какие же технические характеристики у данного товара? Значит, три светодиода, пластиковый. Два режима, как мы видели. Крепление на подсидельный штырь и две батарейки мизинчиковые ААА. Они входят в комплект. Размеры здесь указаны, для кого важно. 113 на 51 на 36 миллиметров. Может быть, для кого-то это критически важно. Вот. В наличии всего лишь там 4 штучки. Ну, естественно, всё это сделано в Китае. Вот. Поэтому... Ну, пока вроде ничего не отваливается. Вот. Всё работает. Комплектация полная. Всё на русском языке. Светит. Вот мне что не нравится, только два режима. Вот. Хотелось бы побольше. И ещё сейчас даже вот дешёвые аналоги. Они в составе там... Ну, в комплектации базово идёт ещё такие лазерные лучи сбоку. Здесь таких лазерных лучей нету. Вот. Поэтому стоит ли покупать вот по такой цене, либо подождать там недельки 3-4, и вам придётся что-то из Китая. Вот. Решайте. Думайте. Вот. Успешных вам покупок. Продолжение следует... Продолжение следует...